Не царим, это стоящее. Все вы сегодня стоите перед Господом, Богом вашим, начальники ваши, исповедник ваших, старейшины ваших, надзиратели ваших, все это литяне. И эта глава, она такая более оптимистичная, чем предыдущая. То есть, если в предыдущем были сказаны 100 проклятий без двух, 98 проклятий, то здесь вы говорите о том, что несмотря на все, народ все равно покаяться, совершит шуву и будет поступать позаботиться к Божьим и все как бы справится. И вообще, вот эта глава не царим, и следующие три главы, считайте, все эти четыре главы, Моша говорил за день до своей кончины. Вот. И вот им немножко посвятим. Эта глава, она всегда читается и в Сану Воша Шану, или в Кану Воша Шаны. И в ней есть как бы такой небольшой отрывок. это у нас получается 30 глава 11-14-14 стихи. Ибо заповедь эта, которую заповедуете ныне, и недоступна она для тебя, и недалеко она. И на ней для нас, чтобы сказать, кто зашел бы для нас на небо и достал бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполняли бы ее. И не за морем она, чтобы сказать, кто сходил бы для нас за море, и достал бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполняли бы ее. А весьма близко к тебе слово с ее устах твоих оно в сердце чтобы исполнять его. И как бы многие комментаторы расходятся, как бы о чем это говорится, то есть вот это заповедь, какая именно заповедь. Но мы со стороны и дачи точимся сегодня на окном. Рамбан говорит, что вот это как бы заповедь это именно заповедь о шве, о раскаянии. Потому что сказано «А вы снова станете служить Господа, исполняете его заповедь, которую передаю вам сегодня». И там говорится перед этим «Почему это заповедь о раскаянии?» Потому что говорится «Вы вернетесь и будете слушать» и тогда Господь даст вам благословение и в вашем потомстве в водах скота, земли и так далее. То есть будет хорошо и это хорошо будет как бы неизбежно. Кто жил раньше нашей мамы я думаю помнят в свое время лозунг коммунизма. Какой он? Победа. Победа коммунизма неминуема. Неизбежно. Неизбежно. Оно вот это. И вот как бы в этом лозунге какая-то звучит такая фатальность. Несмотря на то, что это коммунизм. Но вот здесь как бы немножко другая заповедь она говорит о том, что все равно будет хорошо. Конец неизбежен, но он будет хороший. И в этом конце настанет чудесное время, когда люди поумеют, возьмутся за ум, и мир станет добрым и доброжелательным людям. И люди перестанут делать глупости и исправляться. И вот это именно заповедь шувы. И сам именно термин шува это детище этой главы. там шува вообще происходит от корня шов. И это возвращение шува от у нас есть понятие раскаяния на русском языке, но раскаяния шува немножко несопоставимы. Вообще понятие раскаяния еще такое связано с чем у нас не согрежишь и не раскаешь. Но есть такая традиция. Шува это немножко другое. это возвращение не к своему какому-то прошлому состоянию, а возвращение разворотно обратно к Господу. И шува это не значит, что ты должен исправить какие-то свои грехи. Бывает знаете есть семья где жена и муж. Они там живут довольно хорошо. То есть они уже сжились вместе, живут вместе доброжелательно там. Но когда ты заходишь в эту семью, ты можешь не ощутить той теплоты, которая должна была быть. То есть они живут в параллельных мирах. То есть они друг другу не мешают и все у них вроде бы хорошо. Но на самом деле эта ситуация не совсем хорошая. так так иногда мы грешим какие-то поступки совершаем плохие. Но мы начинаем жить параллельно с Богом. То есть мы с Ним не соприкасаемся. То есть мы друг другу не мешаем. И вроде бы мы не грешим, но чува это не просто возвращение от своих грехов. Это именно возвращение к Богу. Это больше отношения. то есть мы возвращаем сломалась штучка. Да. Не, вот себе. Батарейка забывай. Говори. Это возвращение раз 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 два Это возвращение новых отношений. То есть нельзя сказать что мы всегда к старым возвращаемся. Но в том что мы исправляем наши отношения с Господом. То есть мы может быть у нас остыла та была и любовь или еще что-нибудь. И вот это Ним Натшува это возвращение связи с Творцом. То есть до этого мы отдалялись. У нас образовалась какая-то дистанция. И вот сейчас мы как бы обратно стараемся приблизиться к Творцу. И вот это именно Натшува это не то что как бы мы совершали много грехов. А именно возвращение отношений с как бы Отцом. И вот это в канун Рошашаны это особенно как бы актуально потому что некоторые не знают ну а в чем мне каяться во время Рошашаны. Так вот у нас всегда есть в чем покаяться. Мы можем заглянуть в себя и посмотреть какие мы на самом деле и не только наши грехи но наше состояние. И мы это состояние всегда можем исправить. То есть мы возвращаемся к Творцу то есть стараемся сблизиться развернуться к Нему и идти к Нему обратно. И человек он как-то может ссылаться на разные обстоятельства там технические причины неудачное время место и что он не может исправиться. Но как бы Рамбам он как бы говорит написано и даже если знания текут твои на краю неба то есть если ты будешь клену народа в мир ты сможешь возвратиться и выполнить все что я заповедую тебе сегодня ведь ведь это заповедь как бы не чудесно она для тебя недалека а очень близко к тебе то есть ты можешь выполнить в любом месте в любое время и поэтому сказано она в твоих устах в твоем сердце чтобы ее исполнять еще раз подчеркивать что это заповедь швы ее можно выполнить в любом месте и вот этот отрывок некоторые рассматривают как отрывок который говорит о всей торе но все торе как бы говорится немножко в другом месте вот и вот именно это что надо делать живое это не значит что мы как-то страшно накосячили где-то и что-то сделали плохое но но и как бы просто наши отношения охладели мы должны их уменьшить и рамбан пишет человек должен признаться в своих беззакониях и провинностях отцов сердцем раскаяться вернуться к Господу Богу и принять на себя тору сегодня чтобы исполнять ее на поколение как сказано ты и твои потомки всем твоим сердцем и всей твоей душой и вот Рамбан подчеркивает это место что именно говорится о живем и это место не зависит ни от времени ни от места ни от внешних обстоятельств и даже от давления чужих народов и чуждых культур определяется выбором человека и исключительно своим выбором и почему там говорится еще как бы поколение отцов то есть ну как бы понятно наши какие-то там правильности то есть мы что-то так не так делали но почему поколение отцов потому что ну мы не вырастаем сами по себе мы воспитываемся то есть у нас есть какое-то воспитание какие-то мы идеи принимали манеры и прочее вот это то что мы с собой тянем от наших отцов и вот может быть исправляя это и мы исправляем то что правильности наших отцов и она как бы подразумевает под собой какие вещи она подразумевает у нас ну раскаяние вот это это раскаяние в сердце потом исповедь в еврейской традиции это ведунь и невыполнение этих грехов в последующем то есть есть такое понятие книга Тания и там есть понятие одеяния души три одеяния души это мысль слово и действие вот и здесь точно так же то есть раскаяться в сердце своем то есть потом исповедоваться исповедоваться словами и действие то есть не выполнять это в последующем единственное что вот это ведунь как бы да исповедь это намножко разные вещи То есть у нас исповедь подразумевает, что пришли к священнику, рассказали ему что-то, он тебе простил, отпустил грехи. В еврейской традиции ведуй эта исповедь, это ты исповедуешься словами, но ты исповедуешься не человеку. Потому что если у тебя есть какие-то неправильные отношения с Богом, то говорить другому человеку об этом запрещается. Если у тебя есть какие-то неправильные отношения с другим человеком, то ты это не должен кому-то третьему рассказывать, что вот у меня там что-то. Ты просто должен пойти и с этим человеком примириться. Если ты ему что-то должен, то ему должен отдать. То есть вот это. А если у тебя что-то ты рассказываешь, когда исповедуешься, ты все равно как бы о себе говоришь плохое, то это тоже считается как бы таким грехом злоречия, и поэтому это человека чаще всего не говорится, это все равно говорится Богу. То есть мы, в принципе, этой исповеди направлены ведуем на то, чтобы мы как бы разобрались в себе, нашли в себе то, может быть, нехорошее, что нам надо исправить. И это мы должны проговорить. Вот. И в дальнейшем уже это не грешить. На этом грехе уже... То есть мы каким-то действием должны выполнить. То есть если у вас не была ситуация с этим грехом, то мы уже должны воздержаться от него. Ну вот об этом я докладу вам. Шабар шалом. Шабар шалом. Шабар шалом. Шабар шалом. Шабар шалом. Шабар шалом.